На телеканале Алматы Вечерний Прайм, студия Жархабиева. Здравствуйте! Общественное объединение Лига Женщины Творческой Инициативы не так давно провело исследование на тему роль женщины в казахстанском обществе. Исследование состоит из нескольких дем, где раскрываются такие понятия, как гендер и неопатриархат. Вот об этом подробнее мы сегодня поговорим с руководителем этого общественного объединения Асюи Хайрулиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что уделили нам внимание. Расскажите о результатах этого исследования или обзора. Вы знаете, это был такой обзор, который показал нам очень важные моменты, очень важные вехи, которые актуальны на сегодняшний день. Мы здесь сделали несколько таких важных, поставили для себя вопросов, на каком месте сейчас мы находимся в плане развития гендерной политики. По сравнению с кем? По сравнению с предыдущим периодом. Это был большой период развития стратегии гендерного равенства. Он как раз завершился, и мы посмотрели, каким образом все это изменилось за период вот этой стратегии, реализации этой государственной стратегии. И хотели мы еще увидеть для себя, что нас все-таки должно насторожить, возможно, на что мы должны обратить большее внимание. Я думаю, что вот это исследование, хотя лучше, наверное, его назвать обзором, потому что оно было более такой обобщенный характер, оно нам показало очень яркие такие моменты, очень яркие вещи, с которыми нам надо работать и которые для нас надо отметить. Ну, я хотела бы сказать, что на самом деле вот этот период реализации стратегии гендерного равенства, он дал громадный прогресс в развитии, в развитии потенциала женщин, в развитии роли женщин. Мы увидели, что просто даже статистически несравнимо больше женщин стали принимать участие в жизни страны, в экономической жизни, политической, в социальной жизни. Мы увидели, что появились специальные программы государственные, появились специальные законы, которые направлены на то, чтобы поддержать женщину, на то, чтобы она могла реализоваться, на то, чтобы она могла реализовать все права, свои возможности. Ну и в том числе, конечно, обнаружили для себя очень важные сейчас такие, как сказать, вопросы или очень острые, с которыми надо сейчас нам работать. Можете сказать, основная проблема, с которой сейчас, на данный момент, в этом году вы хотите поработать или уже стали работать? Вот я сейчас сказала, что действительно мы достигли громадного прогресса в развитии гендерного равенства. Но для себя мы сделали один большой вывод, что работать с тем, чтобы информировать людей, что же это такое гендерное равенство, надо еще очень долго. Я прошу прощения, вот в одном из интервью вы как раз сказали, что когда мы только начали свою деятельность, даже такого слова не было в лексиконе общества гендер. И до сих пор этот термин вызывает больше вопросов, дрожь в коленях и неприятия. На самом деле мы ездим очень часто по регионам, и когда мы начинаем говорить о гендерном равенстве, то либо люди начинают враждебно к этому относиться, принимают за какие-то такие европейские навязываемые чуждые ценности, либо не понимают вообще, что это такое. Они понимают, что гендер это все, что связано только с женщинами. И самое ужасное, что иногда это ассоциирует борьбу женщин с мужчинами. Против мужчин. Против мужчин, да. Поэтому, конечно, работы еще очень много, потому что это не одного дня работа. И мы должны об этом все чаще говорить. Все больше людей вовлекать в обсуждение таких вопросов. Тогда для них все это станет понятным и ясным. Возвращаясь к проблемам, о которых вы говорили, проведя исследования, про информирование. Тот, который прошла наша организация, анализируя то, что вот было сделано в государстве, в гражданском обществе, с помощью гражданского общества, надо сказать, что вот сейчас на самом деле, отмечая успехи, надо увидеть и самую большую проблему. Есть какая-то вот, мне кажется, уже такая зримая проблема неопатриархата, вот сознание, общественном сознании. Мы говорим все время сейчас... Можете раскрыть термин? Да, но я так думаю, что это возрождение таких патриархальных, таких ценностей, патриархальных обычаев, традиций, патриархальных взглядов и норм поведения в обществе. Вот мы говорим о том, что надо возрождать, например, национальную культуру. Мы говорим сейчас много о модернизации, духовной модернизации Казахстана. Но надо понимать, что слово модернизация подразумевает собой обновление, усовершенствование, улучшение, рост. Но оно не подразумевает собой скатывание в какие-то древние обычаи и навязывание вот этих вот, этих норм сейчас современном обществе. Мы настолько изменились сейчас, у нас столько много сделано, мы настолько сейчас глубоко прониклись, вот интегрировались в это мировое пространство цивилизованное, что сейчас возвращать вот это вот все в старое традиционное общество, конечно, это бессмысленно. А в чем это проявляется, возвращение? Ну, вы знаете, чаще, конечно, это проявляется в таких общественных отношениях в плане морали. Это вот особенно ярко сейчас проявляется. Вы знаете, что даже если мы начнем просто с каких-то таких образовательных программ, да, то есть мы понимаем, что нам надо детей учить всему, нам надо их готовить в взрослой жизни. Мы вот проводя программу, например, касающуюся репродуктивного здоровья подростков и детей, девочек, мы столкнулись с тем, что первые противники всех программ, связанных вот с половым просвещением наших подростков, это родители. Это люди, которые стараются запретить детям получать эту информацию, правильную информацию, доступную информацию, адаптированную, которая укладывается в нормы вот какого-то, в нормы ценностей современного человека. А что пугает, на ваш взгляд, родителей? Пугает их, что если, например, мы будем об этом говорить в определенном, это все говорится в определенном возрасте, это не делается там с первого класса, как чем заниматься. Это постепенно изучается тело человека, его физиология, его становление, вот как бы все вот эти вот периоды. Какие-то естественные процессы. И вдруг мы сталкиваемся с тем, что нам говорят, что вы вообще даже не должны об этом говорить, потому что вот этим мы, значит, развращаем наших детей, мы, значит, способствуем тому, чтобы, что они будут вести какой-то образ жизни там неправильный там и социальный. А на самом деле все международные исследования показывают, что если мы говорим открыто с нашей молодежью, с подростками, то риски снижаются просто в сотни раз. Просто в сотни раз. Риски, я так знаю, что вы исследуете и проблему ранних и перенудительных браков в Казахстане. И вы подразумеваете вот эти риски. А риски, да, когда вот это ранние беременности, это вот подростковые роды. Вы знаете, что у нас сейчас очень много мам, которые родили в несовершеннолетнем возрасте. Это проблема подростковых абортов, которых достаточно высокое количество, которые грозят любой женщине, которая это перенесла бесплодием, по большому счету, и страшными потерями здоровья. Вот такие вещи надо говорить. Как можно сказать нет, например, как можно сказать нет в какой-то ситуации? Почему может произойти тот или иной случай? Каким образом надо уберечься? То есть вот это, мне кажется, очень важно нам говорить. Но, как ни странно, вот это возрастает в сопротивлении общества. Но я думаю, что это вот один из негативных факторов и показателей. Ну, вы знаете еще, что сейчас возобновляется тоже, кроме вот таких прекрасных казахских обычаев, возобновляются обычаи, которые ставят женщину вот опять в такое положение вторичное. Вот это вот какой-то вал таких передач, там, телевизионных сериалов, кинофильмов, Келлен, да, где вот обязательно там это в платочке какая-то такая, значит, задавленная семьей такая. Многие сериалы, мне кажется, это высмеивают, гиперболизируют и высмеивают. Они высмеивают, но при этом они уже показывают, что это есть. Они же показывают, что существует эта проблема. То есть с этой проблемой надо работать. И вот ее надо каким-то образом, значит, решать. Потому что мы все прекрасно понимаем, что, как бы мы много сейчас не говорили о многоженстве, о тухал, о роли Келлина или мести в семье, уже все, уже мы не должны туда возвращаться. Каждая женщина должна быть счастлива, она должна быть счастливой мамой, счастливой супругой, работать там, где она хочет, наслаждаться жизнью. Мы не можем ее заставить, потому что у нас так было сто лет назад, запереть ее в каком-то замкнутом пространстве, и чтобы она ходила по каким-то определенным только там правилам. И как вы планируете теперь в этом направлении работать? Потому что я так слышу, модернизировать сознание надо как раз старшего поколения. Вот судя из того, что вы говорите. Вот немножко не соглашусь на счет старшего поколения. Многие из тех старшего поколения, это вот, например, мои родители, они выросли как раз в период советского, в советский период. Как раз в это время, как бы, вот этот вот баланс между мужчиной и женщиной, он как-то был, так скажем, более активно, наверное, так работал. Сохранялись какие-то нормы, которые позволяли женщинам наравне с мужчинами как-то быть более трудоспособными, так скажем. Помните, у нас были там, например, пособия для матерей-одиночек? Сейчас этого нет, как будто матерей-одиночек у нас нет. У нас были какие-то преференции для того, чтобы, например, они могли лечить своих детей, устраивать их в садике, отдыхать, получать какое-то жилье. То есть очень многие вещи все-таки государство тогда решало, это надо признать. И все равно вот это сознание было такое, ну, так сказать, было гендерно-чувствительным, я считаю. Вот потом, когда уже прошла вот эта, как бы сказать, перестройка вот наша государственная, мне кажется, какие-то вещи, может быть, были незаслуженно забыты, отодвинуты. И сейчас приходится какие-то вещи заново начинать, то есть привлекать внимание к тому, что, может быть, нам эту забытую норму ввести, может быть, обеспечить вот так-то женщине возможность работать или там быть обеспеченной, чтобы она была, ну, как бы благополучной в семье. Поэтому вот я думаю, сейчас нам надо пересматривать вот эти вот наши законодательные нормы, социальные нормы для того, чтобы все-таки вернуть вот этот вот баланс хороший между мужчиной и женщиной. Я знаю, что вы занимаетесь не только проблемами женщин, но и проблемами мужчин. Ну, я даже скажу не проблемами мужчин, а сейчас очень интересно у нас идет программа, она направлена на ответственное отцовство. Потому что мы часто говорим материнство, мы это очень часто слышим, этот термин. Мы говорим, там, многодетные матери, там, например, одинокие матери. Все время создается впечатление, что, да, мать одна несет ответственность за детей. Но мы совсем не говорим, что, извините, есть многодетные отцы, которые просто вот героически воспитывают много детей сами. Тоже для них это большие усилия. Мужчины, наверное, стесняются признаваться в том, что нуждаются в помощи. Да, наверное, это тоже такой стереотип есть. То есть есть одинокие отцы, которые тоже без помощи мамы, например, воспитывают детей. Даже воспитывают детей с ограниченными возможностями. У нас недавно была очень хорошая встреча вот с такими молодыми отцами. Я просто была поражена. Вот такой собрался круг активных, заинтересованных, очень таких, скажем, ответственных действительно отцов по отношению к своим детям. Вы не представляете, они самоорганизуются. То есть мы пока занимаемся только мамами. Мужчины уже организуются. Они организовали какую-то вот в социальных сетях службу доверия, если там что-то вот с тобой происходит, обратись сюда. Они сейчас собираются, они друг другу помогают, они друг друга поддерживают. Мне кажется, это очень важно. Вот где-то лет пять назад национальная комиссия инициировала проведение таких вот республиканских и региональных форумов отцов, слетов отцов. Это вообще очень хорошая инициатива, которая действительно дала вот импульс тому, что вот это сообщество начало очень активно участвовать, вы знаете. Потому что на самом деле иногда получается, что мы как два лагеря враждебных. Это вообще-то неправильно. Мы должны быть все вместе. И все вот эти проблемы, они касаются в одинаковой степени мужчин и женщин. Мы, конечно, понимаем, что женщина более уязвимая. Абсолютно точно. И как бы это и природой как бы заложено. И есть вещи, которые традиционно невозможно от этого избавиться, от этой вот именно женской роли, от вот этого женского терпения. То есть в любом случае, вот мне кажется, надо отметить, что у мужчин сейчас тоже очень много рисков. И посмотрите сейчас, а насилие в отношении мальчиков. Мы всему этому свидетели. Насилие в отношении подростков между собой, когда мальчишки между собой начинают какие-то разводы. То есть это по большому счету тоже мужчины и мальчики, они подвергаются громадным рискам. Как можно повлиять на то, чтобы уменьшить это насилие среди подростков? Во-первых, это создание дружелюбной среды. Когда нет вот этого давления, когда обществу неинтересно, кто ты на самом деле есть, а интересны просто твои какие-то заслуги, вот тогда у человека наступает ожесточенность, замкнутость. И он, возможно, иногда это все выливается в агрессию или в насилие, или наоборот. Поэтому для нас, конечно, вот, например, если это школы касается, нам надо усилить работу по созданию доброжелательной среды. И когда интересен сам ребенок, может быть, он там не ловит звезды, снимает звезды. Вы говорите про ценность вообще человека в целом. Да, именно что ценность каждого ребенка. Вот мы сейчас, интересно, мы говорим о одаренных детях, или мы говорим о детях с ограниченными возможностями. Но среднее вот этого мы все время упускаем. Там же тоже очень большие какие-то есть вещи, которые для детей вот именно в данный момент важны. Например, ему важно внимание, ему важно, чтобы даже за четверку или там за тройку его там не ругали, а может быть, наоборот, поддержали, чтобы какая-то была консолидация вот такая детская. Я вижу даже по своим вот внукам, как они, у них нет той сплоченности в классе. Они разбегаются сразу, родители их разбирают сразу после уроков. У них нет вот этой внутренней коммуникации. Это так жалко, потому что все заканчивается вот этими гаджетами, социальными сетями. И не всегда это очень хорошая информация. Возможно, еще в нашем современном мире много конкуренции, которая подавляет вот эту сплоченность и ее возможность сосуществовать вместе. Вы какие инструменты для этого вот Лига, ваше общественное объединение, какие инструменты используете для того, чтобы решить эту проблему? Ну, мы считаем, что самое главное, чтобы сами дети, сами молодые люди, девочки, девушки, мальчики, мужчины, они сами вовлекались в то, чтобы создать вокруг себя это пространство. Просто нельзя приносить человеку такие комфортные условия. Это не будет оценено, от этого никогда не будет результата. Надо, чтобы сам этот человечек понял, что если вот он отдаст что-то, то вот вокруг будет какой-то градус теплее. И вот это вот должно сработать. Какая-то мотивация или примеры, может быть, вы приводите? Ну вот, например, мы когда говорим о том, что мы сейчас вот работали, например, с проблемой профилактики насилия, профилактики буллинга, там тоже вот несовершеннолетних девочек, то мы хотим, чтобы внутри вот этих классов, внутри школ появилась какая-то дружественная информация. Во-первых, то, что мы можем дать им. Мы знаем, что они телевизор не смотрят, наши, например, молодежь. Они не читают газет, тем более не читают газет. Книги тоже в малой части. Но что мы хотим? Пускай это идет через мультики, пускай это идет через социальные сети, пускай это в интернете появится больше ресурсов, где они могут делиться информацией, и у них будет хорошая информация, которую бы они могли принять. Вот пока с этого начинаем. Мы хотим, так скажем, создавать внутри вот этой каждой группы, с которой мы работаем, активное ядро, которое потом самостоятельно может продолжать работу и делиться со своими сверстниками. Мне кажется, вот это вот важно. А вас как-то поддерживает государство, может быть, психологи, другие общественные объединения? Конечно, поддерживают. У нас есть сейчас очень хорошие такие программы государственные, которые поддерживают неправительный сектор по различным социальным проектам. Вот, например, Центр поддержки гражданских инициатив, Министерство информации и общественного развития. Они вот уже не первый год реализуют вот такую программу поддержки НПО, и она очень эффективная. Она очень эффективная, потому что она основана на нашем национальном опыте. То есть мы здесь изнутри видим наши проблемы, мы пытаемся их решить. У нас есть достаточный потенциал и экспертный, и, так скажем, и потенциал специалистов, методический потенциал. И это помогает нам расти вообще, вот, обществу в целом и неправительному сектору, и тем людям, к которым направлены эти услуги. Наверное, это громадное, конечно, преимущество наше, вот, казахстанское. И работают еще международные организации, такие как представительство фонда ООН в области народонаселения ЮНФПИ, работает фонд ООН ЮНИСЕФ, фонд Женщины ООН работает, ряд небольших тоже других фондов. Но, в принципе, сейчас вот мы должны отметить тенденцию, когда общество просто на волонтерских началах объединяется и делает собственными силами, и вот реализует очень хорошие и полезные программы. Это вообще замечательно. То есть внутри нас уже есть вот такой потенциал благотворительности, который уже начал работать. Вы знаете, эти дома мамы, например. Это наши люди, которые создали вот такие замечательные условия для женщин в тяжелой, трудной жизненной ситуации, которые помогли уже тысячам детей не потерять семью. Это просто не оценить, это нельзя. Спасибо большое. Наша программа, к сожалению, к концу подошла. Спасибо, что пришли к нам в гости. И я надеюсь, благодаря вашей работе и тех неравнодушных людей, которые присоединяются к вашему движению, скажем так, будет меньше насилия в нашей стране. Да, я надеюсь. Спасибо вам. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!